Отношения основаны на нравственной культуре, это когда люди имеют одну культуру и одну нравственность, и имеют хорошее воспитание, и они строят отношения, соединяя друг с другом, друг друга на основе советов старших и на основе понимания, что этот человек имеет правильное воспитание. То есть их обычно знакомит, таких людей, или они знакомятся с рекомендациями как-то. То есть эти отношения уже помогают создавать. Для таких отношений уже люди должны вращаться в какой-то среде. Понимаете, что такое культура? Вот мы в культурной среде сейчас живем или нет? Знаете, что такое культура? Культура, когда есть сообщество людей, имеющих очень близкие отношения друг с другом. Это означает культура. Культура настоящая может быть только в религиозной среде. Когда люди имеют общество людей, они собираются на какие-то духовные беседы. У них есть наставники, есть близкие люди, которые верят в Бога как-то. Понимаете, создается такое сообщество людей, в которых они чувствуют защиту друг от друга. Но просто ходить на работу и вместе работать не подразумевает такую культуру. То есть люди, когда вместе просто работают, это не означает, что у них близкие какие-то серьезные отношения. Есть три типа дружбы. Есть дружба, самая нестойкая дружба, это дружба, в которой мы вместе отдыхаем, ездим на отдых. Просто на праздники собираемся. Это самая нестойкая дружба. Она быстро разрушается, буквально какой-то один несчастный случай, и человек уже не может отношения с этим строить. Потому что эта дружба основана над тем, что мы наслаждаемся друг другом. Если человек в горе, им можно наслаждаться, нет? Нет, до свидания. Вот следующий вид дружбы, более стойкий, это дружба, основанная на каких-то деловых отношениях. Этот вид дружбы более стойкую природу имеет, потому что люди зависят друг от друга уже конкретно в делах. Они друг без друга не могут уже жить, потому что у них есть связь в делах сильная. Более стойкий вид дружбы, но не сердечный. Дальше есть дружба, связанная с верой. Эта дружба, она самая стойкая. И при этом внешне она кажется не слишком близкой. Люди просто уважают друг друга за то, что они вот одинаковым путем идут. Но есть еще другой вид дружбы, самый сильный. Это сердечная дружба. Сердечная дружба имеет духовную природу. Простые люди не могут дружить сердечной дружбой, потому что она основана на бескорыстии. Бескорыстие надо же еще научиться так себя вести бескорыстно, потому что люди в основном на уровне симпатии дружат. Они дружат, потому что их просто тянет друг к другу, и они чувствуют счастье друг от друга. Совместимость какая-то дает им возможность дружить. Это не стойкая дружба. Когда у человека горе, то тот, кто чувствует совместимость, он обычно до свидания. Но вот именно духовная дружба, она очень стойкая. Она дает, если люди соратники духовные, они вместе одной дорогой духовной идут, они очень сильно защищают друг друга в жизни, спасают, помогают, заботятся и так далее. Сейчас это малодоступная вещь для многих людей. В основном люди дружат друг с другом, потому что сердце откликается, и они как бы чувствуют какое-то счастье в отношении. Это не стойкая дружба. Обычно это проверяется, когда наступает беда. Большинство друзей бросают человека в беде. Вот кто не бросил, там уже, значит, какие-то чувства более сильные, затронутые, более возвышенные в отношении. У кого недавно была беда, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал? Ну, кто бросил, вы сейчас с ними будете дружить? А кто остался? Не думала? Ну, значит, не такая сильная беда, моя хорошая. У кого сильная беда была, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал. Вот, хорошо, мы с вами нашли общий язык. А кто-то остался? Вы поняли? Вот те, кто остался, они обычно дружат очень скромно. Так ведь? Не сильно рисуются в дружбе. Они остались, и вы теперь поняли, да? Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот это значит настоящий верный друг. Ну, в песне уже все сказано. Ну, а почему не выдержат? Потому что они же наслаждаться тобой хотят. Поэтому не выдержат. Итак. Вот эти отношения, основанные на сердце, сердечные отношения, это нравственные отношения в семье, они создаются таким образом, что люди сначала общаются. И во время общения сердце настраивается на сердце. Это яд. Сначала идет яд. Тяжело. А потом будет нектар уже. Когда они настроились друг на друга, им уже будет легче жить. Но такие отношения создаются медленно. В них нет преобладания половой силы. И большинство людей не верят в такие отношения. Они боятся говорить, ну, мы как-то, похоже, дружим, что ли, друг с другом. У нас как бы нет любви, они говорят. У нас какая-то дружба. Они хотят страсти, люди. Чаще всего люди хотят, чтобы... Я хочу, чтобы у меня вот в отношениях вот... Вот. Ну, значит, тогда, получив аж из гранат. Не хочешь нормального человека, значит, будешь Санта-Барбару смотреть всю жизнь. Есть еще более высокие типы отношений в любви. Это уже на уровне горлового центра. Это такие отношения уже, в которых люди объединяются на основе каких-то высоких чувств духовных. Это уже малодоступно. Я даже не буду перечислять дальше ничего. Но только уже на уровне сердечного центра люди могут в следующей жизни рассчитывать, что они будут вместе. До этого, по факту, у них нет отношений. И поэтому тема сегодняшнего, той беседы, которую я хочу сейчас с вами провести, я хочу вам объяснить, что пока у многих, большинства из нас, ничего не было. Ничего не было. Вот я сейчас просто... Закройте глазки. Глазки закройте. Вспомните близкого человека. Ну, своего близкого человека вспомните. Повспоминайте его так, повспоминайте. И сейчас я вам... Ну, можно открыть глаза. И сейчас я вам расскажу результаты теста. Вот смотрите, если вы просто думали об отношениях и о своих обидах, у вас нет отношений вообще. Сердце блокированного будет. Вы остановите отношения только на чувстве взаимного ощущения наслаждения. Это значит, что между вами нет родственных отношений никаких. Это отношения привязанности просто и все. Нет никакой любви, есть просто желание наслаждаться. Дальше второй вариант. Чуть получше. Закрыла глаза, ничего не почувствовала вообще. Не вспоминается. Холод. Холодные отношения. Отношения нейтральные. Они не такие... От них нет больших страданий. Ну, и пользы нет никакой. Гражданский брак. Классика жанра. Ну, то есть просто живем вместе и все. Ничего нет. Между нами ничего нет. Хотя мы живем, обнимаемся, целуемся. Телесные отношения есть, сердечных отношений нет. Все. Означает, нет семьи. Это просто самообман. И все. И, естественно, хотеть при этом какого-то развития отношений, это начинать, значит, заново эти отношения, по факту. В своем сердце начинать их. И дальше третий вариант. При воспоминании чувства чистоты какой-то, светлое чувство от человека. Светлое чувство. Причем интересно знать, что это светлое чувство Бог нам уже показывает в самом начале отношений. Когда вот люди только смотрят друг на друга. Я не говорю про дискотеку. Там они даже особо и не смотрят. Но когда при более высоких отношениях, даже пусть это там по расчету брак, как говорят, это не расчет на самом деле. Это тоже, если по расчету совсем уже, то это совсем уже цинизм. Обычно люди просто склонны побогаче себе найти. Им так нравятся такие люди. Это тоже влюбленность. Но она вот такого характера просто в соответствии с развитием человека. Но, однако же, если человек влюбляется, именно вот это чувство возникает, симпатии, то первое ощущение это чистоты, которая исходит от человека. Чистоты. Это самое первое чувство, которое возникает. Первая любовь моя земная, Утро моих глаз, Я тебя совсем еще не знаю, Вижу в первый раз. Чувствуете, да? Откуда идет волна? Ну, то есть, это чувство очень светлое. Это чувство, ощущение души. Ты чувствуешь душу в другом человеке. И это ощущение дается Богом. Он дается Богом для того, чтобы мы запомнили. Я у одного православного священника читал высказание. Он консультировал и сказал, Очень просто наладить отношения. Просто вспомните то чувство, которое возникло между вами в самом начале отношений, и никогда его не забывайте. Чувствуйте человека таким, каким его видели в первый раз. Первое ощущение от человека. Почему вы решили с ним быть вместе? Вот это чувство первое, оно является божественным, имеет божественную природу. Его надо сохранять, пытаться в сердце культивировать. Как это делать? Это называется внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Ты приходишь домой, не телевизор включаешь, не радио, не книжку садишься читать, а просто садишься перед изображением святого человека. И начинаешь, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. И начинаешь думать о святости, о чистоте. И когда ты установил вот эти отношения с святым человеком, то тогда ты свое сердечко открыл к внутренней жизни. Потому что если ты не тупо смотришь на изображение святого человека и ничего не чувствуешь от него, значит твое сердце в панцире находится. Надо хотя бы поплакать чуть-чуть, чтобы это произошло. Или священное писание почитать, чтобы панцирь растаял. «Жизнь святых» хорошо читать, а «Жизнь святых» это растопляет панцирь. Надо почувствовать чувство вот этой чистоты, которая исходит от святого человека. Если это чувство возникло дальше, следующий шаг. Если вы хотите установить отношения с близким человеком, сердечные отношения, которые вечную природу имеют, тогда нужно начать сначала просить прощения и прощать близкого человека. Потому что там в сердце, если заглянуть, много боли. Стучится сердце, стучится к близкому человеку. Оно закрыто. И то закрыто, и это закрыто. И почему мы ругаемся, как вы думаете? Мы ругаемся, потому что мы обнаруживаем, что сердце это близкого человека ко мне закрыто. И поэтому мы ругаемся, в отчаянии бьемся туда, кричим. «Ты меня не любишь, ты меня не понимаешь! Почему ты меня не понимаешь?» И когда мы это делаем, мы сами не понимаем, что мы сами точно так же относимся. Мы требуем любви, вот это вот понимание. Но сами мы ничего не понимаем близким. Мы не знаем его потребность, ничего. Мы просто хотим, чтобы он мне давал то, что я хочу, и все. Тупо. Это не любовь. Скандалы — это не любовь. Первый этап любви, знаете какой? Когда люди принимают близкого человека таким, какой он есть. Это самый первый этап любви. И принимают причем не тогда, когда наслаждаются друг другом, а тогда, когда наслаждение закончилось. Вот это самый первый этап любви. Принять человека очень трудно. И скажут, так это невозможно, Олег Геннадьевич? Невозможно — значит, не было внутренней жизни. Потому что внутренняя жизнь дает возможность стучать. Понимаете, это как раз другая жизнь. Не та, в которой мы просто... Не могу я с ним, и все. Значит, ты не пробовал. Сердечко у тебя закрыто. Ты не умеешь сердцем трудиться. Сердечный труд перенимается от святого человека. Потому что святой человек — это его квалификация трудиться сердцем. У него сердце открыто для всех. Пожалуйста, хочешь, прими его. Какой святой человек? Меня спрашивают. Какой святой человек? Какая вера? Ваша вера. Одна женщина ко мне подошла, по-моему, даже в Питере. И спрашивает, Олег Геннадьевич, какую веру мне принять? Я говорю, вашу. Она говорит, а, тогда понятно. Пошла. Ваша, говорю. Каждый человек чувствует, что ему надо. Ну, у кого-то, конечно, нет веры, надо искать. Но большинство людей чувствует, какая у него вера. Зачем что-то менять? Святого человека надо искать в своей вере. Святой — это тот, кто откликается в сердце. Должна быть связь. Какой-то отклик должен быть. И когда человек вот эту святость, чистоту почувствовал в святом человеке, дальше — это включатель. Это включатель на внутреннюю жизнь. Дальше можно уже настраиваться на своего близкого человека. И сразу вспомнится обиды. Сердце, когда настраивается на контакт с близким человеком, первый эффект — это боль. И даже просто не хочется это делать. Первый эффект — это боль. Как мне одна девушка говорила, я, говорит, повторяю, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. И я прям всех готова любить, вот прямо вот все для меня как родные становятся в этом зале. Но потом постепенно я вспоминаю своих близких. И я желаю всем счастья, только не тебе. Первый контакт сердца с близким человеком вызывает боль. И дальше надо как бы продолжать. Надо прощать сначала. Когда человек простил, потом начинает чувствовать свою вину, просить прощения. Это длится несколько месяцев. Вот такая практика очень тяжелая на подъем. Но когда человек начал это делать, она его завлекает. Почему? Потому что он отдает новые горизонты жизни. Но когда человек хоть раз пробился в сердце близкого человека, с этого момента устанавливается другой зрительный контакт. Хотя бы один человек в сердце другого пробился, неважно тот пробивался или нет, во взгляде между ними появляется новое чувство. Чувство, что как будто я первый раз вижу этого человека. Я начал чувствовать его другим, таким, какой он есть на самом деле. Не то, что я хотел от него увидеть, а таким, какой он есть на самом деле. А человек совсем другой. Люди обычно подстраиваются друг на друга под друга. Они не такие, какие есть в отношениях. Они другие. И нам хочется видеть именно того, кто с нами играет. Мы не хотим саму личность видеть. Нам неинтересно. Нам интересен тот, кто играет с нами. Понимаете? Вот в этом проблема. Но когда человек начинает на сердце настраиваться, начинает чувствовать человека, который с ним живет, душу. И это революция сначала. Это не то, что какое-то чужое, плохое ощущение. Нет, это революционное ощущение. Оно необычное. Потому что душа, это гораздо лучше, чем то, что с нами играется в цирк. Цирк заканчивается, начинается отношение. Когда человек уже прощение попросил и простил, вот сердечный контакт установился, тогда причины нежелания принимать советы отсутствуют. До свидания, все эти причины. Потому что вы будете советовать на нужной волне человеку. И когда вы его советы будете слушать, вы также примете нужную волну. Даже одному человеку достаточно на сердце настроиться другого, и начинаются отношения. Первая стадия любви, первый этап любви — это принятие человека. Потом идет следующий этап любви — уважение. Когда человека принимают, дальше все больше раскрывается в нем хорошее качество. не тех хороших качеств, которые я ждал в нем, и не дождусь никогда в жизни, кстати. Почему? Потому что то, что мы ждали от человека — это мыльный пузырь. Люди все рисуются друг перед другом, с целью этот мыльный пузырь показать. Но на самом деле, особенно когда знакомства по интернету идут, это вообще просто скандал. Люди так сильно рисуются друг перед другом, что когда они друг друга видят, они сразу разбегаются в разные стороны. У нас есть фестиваль благости, иногда люди, у нас большая группа в контактах, 170 с лишним тысяч человек, закон о счастливой жизни называется группа на сайте у нас, и они знакомятся иногда друг с другом, знакомятся, приезжают на фестиваль, и уже видят друг друга. И много раз так было, что они просто в ужасе, даже не хотят общаться после этого. Они просто... Этот мыльный пузырь лопается, понимаете? То есть они видят, что что-то другое совсем, не то, что я имел в виду, не то, что имелось в виду. Точно так же происходит при совместной жизни. Мыльный пузырь в какой-то момент раз — и лопнул. Но есть у человека, для чего с ним можно жить. Потому что душа — это красивая штука. Веды говорят, что душа на самом деле сияет, как солнце своей красотой. И душу в близком человеке, если мы раскрываем, то тогда он и становится таким. Человек начинает вести себя как душа уже. Не как обормот какой-нибудь, а как душа, понимаете? Когда мы... Что мы видим в близком человеке, таким он и становится. Не имеет значения. Вот, например, у Довженко был такой метод. Он хоть и был коммунистом, но он применил вот этот метод души. Понимаете? То есть он просто собирал людей, которые пьянец таких отпетых, и он с ними просто по душе разговаривал. Он не о выпивке, а просто по душам, о жизни там, обо всем разговаривал с ними. И вот они общались, потом работали вместе. Два фактора, которые он применил. Труд вместе облагораживает отношения и общение, которое не привязано никаким интересам. Все, поднимите руку, кто курит гашиш. Хорошо, поднимите руку, кто не курит гашиш. Все не курят гашиш. Почему все курят гашиш? Почти все не курят. Кто-то не поднял руку, может забыл. В основном все не курят гашиш. Куда не пойдешь, везде курит гашиш. Ну вот я курю гашиш или нет? А? Я уже все, я уже списан, да? По возрасту, да? Да, здесь другая аудитория. Так, 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 интересно, интересно. Здесь другая аудитория. Так. И? Есть на улице. Темных мест, где курит гашиш. Ну-ка, ну-ка, где вот женщина, с которой общаюсь, есть очень ценный разговор. Мы дворовые герои, не боимся никого. Всегда, конечно, трое, вдали им одного. Помните этот, ну погоди, волк там шел, в сам первой серии такой, пузо вперед такой. Там эти бобры проезжали, милиционеры забрали. Вам такие нравятся? Нет? Запомните, что женщина, она может выглядеть очень красивой, интеллигентной, деликатной, и все качества, божественная вся природа может быть проявлена наружу. Но в зависимости от ее взглядов на жизнь, она будет встречать себе с того слоя общества, которому она принадлежит. Поэтому общение человека определяет его семейную жизнь. Вас не проблема встретить человека, ваша проблема очистить свое существование сейчас. Понятно? Потому что вот те люди, которые сюда пришли, именно из таких людей надо выбирать себе в жизни. И они будут выбираться, нравятся такие люди будут, когда у вас более чистое восприятие мира будет, свое внутреннее. Выбор сделан, ничего страшного, нормально, меняйте свое внутреннее восприятие, учитесь видеть душу в человеке. У наркомана есть душа? Нет. Он светлый человек, душа светлая, у него сияет как солнце. Меня не волнует, что он считает. Меня интересует ваше мнение, у него есть душа или нет. Она сияет как солнце внутри. Да в трезвом состоянии тогда сияет. Вот Довженко, ему все равно было, какие они были. Он просто с ними общался и все. Он в них верил. И они ему начинали верить. Вера — это духовное чувство и также духовная сила. Вот я верю, что у вас все будет хорошо в семье. Вам легче стало сейчас? Сейчас прямо легче стало? Перевали. я верю, что у вас все будет хорошо в вашей личной жизни. Видите, я это основывал на своей духовной силе. Не на логике никакой, а просто я пытался увидеть душу в вас сейчас. И когда я увидел эту душу, у меня появилось чувство сказать вам это. Вы душа такая спокойная, тихая, любите одной побыть какое-то время. Ну, я говорю про душу у вас, а не про ваше поведение. Вам нравится побыть одной как-то? Вы сами себя не знаете даже. Есть души активные, есть такие спокойные. Вот вы спокойная душа. Вы вообще себя не знаете даже. Видите? Вам надо внутренней жизнью заняться немножечко. Хорошо? Итак, душа имеет свою природу. Надо ее изучать. Надо садиться перед святым, молитву читать. Надо себя хотя бы узнать для начала. Не то, что других людей. Когда человек духовное чувство испытывает, тогда он начинает, у него появляется сила менять отношения, менять судьбу. Сила в голосе появляется. Он может реально с близким человеком по-другому начать разговаривать. Другие слова, другие отношения, они очень сильно приближают такая речь, такие слова. Понимаете, для этого нужно на другую платформу встать. Потому что наша платформа какая? Мы выясняем отношения. Выяснять означает, давай, делай, как я хочу, я буду делать, как ты хочешь. Это договоренность такая. Внешние отношения не имеют толку, не продержатся долго. Итак, отсутствие внутренней жизни не дает возможность принимать советы, советовать. И это также не дает понимания, как прояснять отношения. Отношения, смотрите, схема прояснения отношений. У нас нет отношений. Я стою на одном, а ты на другом, да, и так далее. Вот. Как отношения прояснять? Не надо в это время ни о чем говорить. Это бесполезное занятие. Отношения проясняются через сердце. Сначала сердечный контакт надо устанавливать. Сердечный контакт установлен, отношения проясняются. Я приведу вам пример, допустим. Кто считает, что я хороший человек? Поднимите руку. Вы же меня не видели никогда в жизни. К чему вы поднимаете руку? Откуда вы знаете? Просто вы слушаете лекции, да? Вы слушаете лекции и чувствуете мое сердце. Меня как... Как будто вы меня знаете. То есть вы чувствуете меня от сердца просто. Но вы не знаете, что я там вытворяю. В клинике там... Как себя веду там на работе, дома. Вы не знаете ничего этого. Но понимаете, я хороший человек, вы считаете. Вот те, кто подняли руки, я посмотрел внимательно, вижу, тоже считаю вас хорошими людьми. Потому что, правда, я чувствую этот контакт тоже. Не то, что вы только его чувствуете, а тоже его чувствую этот контакт. Это называется правильное отношение. Правильное отношение не зависит от того, что человек делает. Это его действия, эти веды объясняют. Это просто влияние судьбы. Просто человека напрягает судьба, он иногда делает так, иногда сяк. Но в целом, если люди по сердцу сердечно настроены друг на друга правильно, то тогда они способны вместе побеждать судьбу. И меняется жизнь людей в результате этого сердечного контакта, который основан на правильном слушании. Слушании с верой. Слушании голоса сердца. И в семейных отношениях это труднее сделать. Лекции слушать легче, установить сердечный контакт. В семейной жизни труднее. Потому что мы не то слушаем каждый день от своего близкого человека. У нас разрушаются отношения в результате влияния эгоизма друг на друга. Но если вы начнете в сердце делать то же самое, что во время слушания лекций, просто сердечный контакт устанавливать с человеком, то вы увидите, как поменяется ваша жизнь. И так же отношения потом начнут меняться. Первое, чтобы почувствовать, что вы не реагируете уже так сильно на боль, которая возникает в результате грубости близкого человека. Для вас это уже не так болезненно будет. Сердечный контакт установлен. Легче жить сразу в отношениях. Сразу легче. Поднимите руку, кто это уже почувствовал. Видите, уже многие знают, что это такое. То есть тактика прояснения отношений. Сначала сердечный контакт, а потом дальше есть определенные правила. Первое правило. Женщинам не надо говорить эмоционально. Без всяких эмоций. Эмоций как можно меньше. Эмоции закрывают сердце мужчину. Он боится эмоций. Прояснение отношений. Говорить надо очень сдержанно, эмоционально, спокойно. Такое чувство, как будто бы ты говоришь самой себе. Ну, то есть самой себе обычно как человек говорит саму себе? Спокойно. Знает, что я услышу сам себя, нет проблем. Надо говорить спокойно, просто спокойно. И будет чувство такое создаваться, что как будто бесполезно так до него достучаться. Вообще невозможно. потому что человек, когда он услышал, то это все улетело внутрь. Когда человек действительно услышал тебя, то это все улетело внутрь, и такое ощущение, как будто ты в пустоту сказал. Поэтому мы ждем реакции. Надо эмоции давать, чтобы реакции дождаться. Не надо ждать реакции, просто говорить очень спокойно, все должно уйти внутрь. И такое ощущение, как будто в пропасть сказал. Потому сердце далеко, оно спрятано там внутри. Должно уйти туда в сердце. Бушует все внутри. Ну, давайте, давайте, рассуждайте сами. Ну, да. Сначала внутренняя жизнь, потом беседа. Просто остыть невозможно, потому что контакт же идет отрицательный. И ты даже иногда невозможно, иногда надо уколоть чуть-чуть хотя бы. А потом остынешь уже, полегче становится. слава. Но потом надо раскаиваться сначала. Неправильно поступило, извиниться. Потом дальше молитва, остывание, установление сердечных отношений. А потом беседа. Непритязательно. Лучше всего, когда муж поел. После ты он самый спокойный, доступный. Поел и надо в это время так спокойно с ним беседовать, ненавязчиво. Самое лучшее это, когда женщина говорит мужчине про свои проблемы. Она говорит, у меня есть одна проблема. Я не могу привыкнуть, когда ты приходишь домой и в грязные обувь идешь на кухню. Не могу привыкнуть. Помоги мне, пожалуйста, объясни мне, как мне внутренне настроиться, чтобы я не реагировала на это. Что вы ему сказали в это время, на самом деле? Вы ему сказали, не ходи на кухню в грязные обуви. Но сказали по-другому. Вы как это сказали? Дали ему возможность самому принять такое решение. Не навязчиво. То есть вы сказали о том, что вас беспокоит, а не о том, что он должен сделать. И вот такая беседа, это сердечная беседа на самом деле. Сердечная беседа очень труднодостижима, потому что когда человеку больно, ему хочется сказать о нем. Когда человеку больно, разум благости, ложное эго в благости перестает работать, ложное эго в невежестве начинает работать, то есть истинное эго перестает работать, ложное эго начинает работать. И в этот момент человеку хочется ну хоть немножечко уколоть, ну хоть чуть-чуть. Это нормально, это так действует природа просто, ничего с этим не сделаешь. Но если вы хотите, чтобы он понял, вот когда вы закольки, не поймет точно. Но если вы хотите, чтобы он понял, тогда надо. Вам кажется, ну это же элементарно, не ходить на кухню в грязные обуви. Коню понятно, что так надо жить. Из-за этого тоже проблемы, потому что женщины, им кажется очевидны многие вещи, которые мужчинам трудно понять. Как вы думаете, что мужчина не понимает, что не надо ходить на кухню в грязной обуви. Понимает. Теперь вопрос, почему же он все-таки идет в обуви на кухню? Потому что он устал с работы пришел, ему жрать сильно хочется, и он быстрее хочет посмотреть, есть что-то в холодильнике или нет. А потом уже все остальное. Понимаете? Ну как пример просто. Как психика у мужчины работает в это время. Но если он почувствовал вашу любовь, вот эту вашу боль, то он вспомнит в этот момент, когда он шаг сделал, он вспомнит, и он все-таки снимет ботинки для того, чтобы вас не беспокоить. Понимаете, да, идея? Идея заключается в том, что прояснение отношений нужно проводить и мужчине, и женщине. Мужчине надо демагогию читать женщине, вообще, то есть не надо, мужчина не должен ей рассуждать с позиции философии, вообще объяснять, доказывать, почему это так. Женщине нужно ничего доказывать, потому что она все принимает сердцем, или не принимает сердце. Женщине нужно объяснить просто, просто объяснить чисто, что у меня есть одна трудность, одна, понимаешь? трудность заключается в том, что я очень устаю, когда прихожу с работы, очень устаю, и мне очень трудно в это время уделять тебе максимум внимания. Я понимаю, что ты меня ждала, когда я приду с работы, и ждала, что я тебя обниму, поцелую, и буду очень ласковым с тобой, я это понимаю прекрасно, но мне очень трудно это сделать, потому что я очень устаю с работы, и мне нужно какое-то время, чтобы просто под душ встать, отдохнуть, а потом уже я смогу тебе уделить внимание. Ну, то есть надо говорить о своих чувствах мужчина, но когда мужчина устает, и жена как бы его третирует еще, смотрите, картина такая, мужчина усталый, с работы приходит, он смотрит на жену, там говорит, слушай, дай что-нибудь пожирать, так устал, а она ждала от него чувств в это время, и она фыркает такая, ну, как бы чувствует боль, что он как бы на нее не обращает внимания, и она говорит, тебе только жратва от меня нужна, я тебе не нужна вообще, я чувствую, а он как это воспринимает, что он устал, и так с работы пришел, она еще ему пистоны подливает. Ну, то есть идея в чем заключается в том, что он воспринимает это как беспредел, просто, как беспредел, и он начинает ругаться, аааа, там, почему, потому что ему и так тяжело, как бы, еще она такая беспредельница, еще, еще им под ребро подсунуло, не понимает меня, то есть, видите, это не работает система, потому что мы и так друг друга не понимаем, есть такой анекдот, человек стоит в очереди и как бы говорит, что продают, шуршики, думаю, блин, что за шуршики, стоит, 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 всех спрашивает, говорят, шуршики, потом купил, смотрит, правда, шуршики, пошел домой, ну то есть, идея, анекдота в чем, в том, что мы как бы через пять лет совместной жизни обнаруживаем, что мы точно друг друга не знаем, что сердца у нас далеко друг от друга стоит, это надо прожить какое-то время, чтобы обнаружить, что это так, чудо возникает, понимаете, вот это чудо, что нет у нас никаких отношений на самом деле, почему мы кричим друг на друга, потому что нет связи, вот жена не чувствует, что муж устал, ей надо просто подавать ласку в этот момент, потому что он пришел домой, она не понимает, что надо его сначала раздеть, в душ отправить, чтобы он расслабился, накормить, а потом он сам уже эту ласку даст, а если с него требовать ласку, то тогда тем более она пропадает, это же естественная вещь, вот если я сейчас кого-нибудь попрошу, улыбайтесь мне, вы сможете улыбаться, нет, какое-то время, если пять раз попрошу, у вас, нет, уже тяжело будет, а если всю жизнь просить, так и с ума сойдешь, это же естественная вещь, то есть, мужчина наелся, расслабился, и он естественно жене улыбается, кому ему еще улыбаться, да естественно, он ей улыбается, но когда женщина ждет улыбки, то какой результат, прямо противоположный возникает, так видите, надо подавлять себе это чувство, желание любви от близкого человека, надо уничтожать, убирать его, оно преодолевает с помощью внутренней жизни, чем меньше внутренней жизни, тем больше потребности внешней у человека, тем больше внутренней жизни, тем меньше внешних потребностей, больше возможностей служить, отдавать уже человеку себя, и соответственно, счастье больше в отношениях становится, постепенно, не сразу, там действует как айсберг, ты отдаешь человеку, как бездомный колодец, отдаешь, отдаешь, служишь, радуешься ему, а он такой, как типа, так и должно быть, и никакой реакции, никакого ответа, понимаете, это длится около года, а то и два, вот такой вот, это сравнивается с айсбергом, который тает снизу, и сверху он такой же, все такой же, но тает он снизу, и в какой-то момент, что происходит, он переворачивается, и как этот переворот происходит, обычно одинаково, когда вы уже отдавали настолько много, что вы уже устаете от этого, у вас какое-то отчаяние возникает, вы уже так не хотите близкие отношения строить, и просто по-доброму говорите, ты знаешь, наверное, я не смогу дальше тебе вот так верно служить, потому что не чувствую я ответа, и так просто как бы не можете уже все, и он начинает потом говорить, ты на самом деле самый лучший человек для меня, в моей жизни, я никогда тебе этого не говорил, но ты такой человек удивительный, я таких людей никогда в жизни не встречал, я просто пользовался твоей вот этой вот добротой, но не хотел как бы подавать виду, а потом постепенно человек начинает служить уже сам, понимаете, айсберг переворачивать в самый критический момент отношений, это нормально, но надо заслужить, как одна женщина мне сказала, записку написала, что я отстранилась от мужа, как вы сказали, Олег Геннадьевич, он тоже слушает мои лекции, и он мне позвонил, сказал, слушай, отстранись еще на неделю, не так без тебя хорошо, поживи неделю еще у мамы, это значит, тот кого отстраняться-то должен был, она его достала, уехала, и тем более еще уехал на неделю к маме, так он отдыхает, ему лучше стало, надо служить человеку, чтобы воспитывать человека, надо сначала вложить в него энергию любви, а не нервы ему мотать, потом отстраняться, то есть не работает система таким образом, и так прояснение отношений происходит с помощью спокойного голоса, не без рассуждений у мужчины, без эмоций у женщины, просто донесение состояния внутреннего, и его надо воспринимать, свое состояние, как свои проблемы, объяснять свои проблемы, даже если человек скажет, ну да, правильно, это твои проблемы, я согласен, все равно в сердце у него останется хорошее чувство. Следующий этап какой? Продолжать в этом направлении двигаться, потому что сразу результата не будет, у нас в сердцах камень друг к другу, мы его не достучимся сразу, нужно продолжать. И обычно в какой-то момент, уже на уровне чисто поведенческом, близкий человек начинает все-таки делать так, как надо, хотя до конца он все равно еще не понимает, что это важно. Но просто чисто, чтобы он уже услышал, и он чисто, чтобы не беспокоить, делает тоже, как надо. Но другие способы даже услышать не дают возможности. Теперь я хочу вам сказать о том, что для того, чтобы вообще как-то развиться в отношениях, для этого нужно пройти три стадии. Обычно люди находятся все, вот которые просто смотрят кино, приходят с работы, смотрят кино, пьют пиво и ложатся спать. Эти все люди находятся на уровне безразличия друг к другу. Они просто наслаждаются друг другом, и им все равно в сердце, с кем я живу по факту. Они привязаны друг к другу, они ждут ласки, любви. Но если посмотреть в сердце глубоко, в нем безразличны. Обычно такие люди не создают стойких отношений в виде клятвы. Они не венчаются, не расписываются. Они обычно делают гражданский брак. И объясняют это очень просто. Они говорят, мы же друг другу доверяем, что нам идти туда в ЗАГС, выпендриваться перед кем-то еще, или идти в церковь. Мы же друг другу верим, поэтому у нас вот такой вот брак. На самом деле этот брак означает, что мы друг другу не верим. И причина такого брака только одна, что люди как бы женятся, потому что одиноко. Они думают, что может быть, я себе и получше найду. Причем обоюдно. Или один хочет все-таки жениться, но не прилагает достаточно усилий, потому что ему тоже неприятно, что почему-то я должен биться за отношения, если он не бьется. И заканчивается это все. Означает безразличие. Безразличные люди чаще всего друг другу. Даже иногда люди женятся тоже безразличны друг другу. Просто мы делаем вид, что мы друг другу нужны. И все. Это не значит, что мы нужны друг другу. Как вы думаете, в какой ситуации это проверяется классика, когда это проверяется четко и ясно становится? Классика жанра. Давайте перечислим несколько ситуаций. Когда человек сильно тяжело заболевает. Близкий человек, что ему? Победу не жди. Вот. Второй случай. Это другое. Дети рождаются, это другое. Второй случай. Это влюбился в кого-то. Близкий человек влюбился в кого-то. Чувства сильные вспыхнули. До свидания. С тобой у нас все закончено. Все, до свидания. Причем до свидания происходит очень быстро. Без всяких проблем. Просто до свидания. Все. Дальше какие случаи? А? Теряют работу, трудности в жизни совместные. Людям трудно вместе жить. Тоже до свидания. Будем жить раздельно. Все. Ну понимаете, не было никаких отношений. Просто не было. Хоть и казалось, что они были. Потому что отношения же в сердцах развиваются. Они не то, что отношения означают, что нам хорошо друг с другом. Это не отношения. Это взаимодействие чувств просто. Сердце глубже, чем чувство стоит. Итак, безразличные люди — это неверующие люди. Неверующие люди. Большинство людей сейчас живет в нашем обществе неверующие. И поэтому создать сердечные отношения невозможно. Нет внутренней жизни. Нет настройки правильной. Человек не настраивается на то, чтобы побеждать вот это все. Грязь в сердце не выскребает. Каждый день надо выскребать грязь в сердце. Вот я, допустим, сегодня, когда молился с утра, я почувствовал, что сегодня тяжелый день, и мне будет трудно установить контакт с вами. Будет такое чувство, как будто вы чего-то недослышиваете. Такое чувство. Как между нами будет какая-то стеночка сегодня, как вчера. Чувствуете, нет, эту стеночку небольшую? Чувствуете? Ну вот это и есть стеночка. Видите, то есть я виноват, да? Все нормально. Дальше. Следующий тип людей. Люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни, начали заниматься духовной практикой. И когда люди начинают заниматься духовной практикой, происходит такой интересный феномен. Так как сознание человека не переключилось еще на внутреннюю жизнь, но человек уже понял, какие идеалы у него есть в жизни. Какие у него идеалы? Хочу жить с верующим человеком. Хочу жить среди верующих людей. Хочу благородного общения. Хочу, чтобы люди честно вели себя по отношению ко мной, не изменяли там, не делали то, не делали сё. Смотрите, то есть, что это означает? Это означает, что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею. Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди, которые постоянно долбают всех своей верой. Ну, допустим, я бросил пить. Ну, бросил пить, хорошо, молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже со страданием относишься, не злобой относишься к тем, кто пьет, со страданием, потому что чувствуешь их боль. Почему они пьют? Потому что им больно, тяжело жить, поэтому они пьют. Но сначала злоба. Почему? Потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни. Поэтому я на него злюсь. Я не пью, он пьет, гад. Видите, это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина, которая ненавидит свой мужа, который пьет, она никогда не извыдет из этой ситуации. Потому что она не настроена на внутреннюю жизнь. Она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни. И такие люди, они имеют идею в жизни. Это идейные люди. Идейные – это которые всех долбают своей идеей. Потому что настоящие верующие люди, они не трогают никого. Они над собой работают. Вот что должна женщина сделать своим сердцем, чтобы муж не пил? Она должна его принять, каким он есть. Надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить. Прими вот мужа, какой есть. Сразу возникает вопрос. А почему это я должна его таким принимать? Потому что в этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливости. Вот что положено мне по судьбе, то и получила. И вот прими это все. Это объем работы. Вот оприми свой объем работы и начинай с первой ступеньки. Начни с принятия этого человека. Как только примешь, он уже расслабится. Он уже почувствует сразу совесть. Вот как только ты приняла этого человека, у него совесть сразу же проснется. Ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе. Понимаете? Вот чувствуете, о чем я говорю? Вот приняла девушка, женщина, приняла своего мужа. Он приходит пьяный. Она говорит, пойдем, мой хороший. Опять произошло, да? Ну ничего страшного. Пойдем. Давай спать, ложись. Не бойся, штанишки я постираю. Все, описался. Ну ничего страшного. Давай, ложись. Что, опять писать хочешь? Ну сейчас принесу тебе бутылочку. Давай. Пописи. Все. Ложись. Давай. Все. Хорошо. О, видите, хорошо. Молодец. Хорошо, отлично. Привыкнуть, сразу возникает страх. А вдруг он, блин, вообще обнаглеет. Всегда. Вот это вот и есть, вот это и есть то, что всегда возникает, когда ты начинаешь правильно жить. Это шаг в пропасть, потому что мы не верим в душу. Мы боимся души. Мы думаем, что он обнаглеет. Сначала он расслабится, естественно. Первый эффект расслабления от такого отношения. Но он будет вам благодарен параллельно, что вы его поняли, что вы приняли его боль. Дальше какой будет следующий этап? Как только он почувствует вас комфортно рядом с вами, и когда он выпивает, вы можете уже его воспитывать. Если вы будете ему, когда он отрезвеет, говорить, мой хороший, я готова заботиться о тебе всегда, когда ты выпиваешь. Ну, может, давай попробуем бросить пить. Давай попробуем. Нам же тяжело в таком состоянии жить вместе. Давай попробуем бросить. Не ты попробуй бросить, а давай мы попробуем бросить. А? А он считает, почему, что это нормально? Вы сейчас приняли его или нет? Я вот вас принял такой агрессивный по отношению к мужу. А вы приняли его или нет? Ну, моя хорошая, дышите глубже, давайте будем принимать. Вы приняли, нет? Ну, давайте, ну, вспомните святого человека. Это же вы. Это вы с прошлой жизни. Вы себя не принимаете на самом деле, ни его. Вы не понимаете, что ничего случайного не бывает в этом мире. Я вижу вашу прошлую жизнь, вижу вот похожие очень ситуации. Вы не принимаете себя на самом деле. Примите вашу прошлую жизнь. Одна женщина ко мне подошла с мужем с таким. Говорит, Олег Геннадьевич, вы можете мне рассказать про прошлую жизнь? Я говорю, могу, вот смотри. Твоя прошлая жизнь. Она сразу опа узнала себя в прошлой жизни. Откровение получила. Вы получили откровение сейчас, нет? А, он хороший все-таки. Нормальный. А, ну, у вас прошлая жизнь нормальная, значит, все. То есть принятие пошло, да? То есть он нормально, он и пьянствует. Ну, а? А, переживайте, что он сопьет, значит, сопьется. Если вы переживаете, что он сопьется, значит, сопьется. Когда мать провожает ребенка в армию, говорит ребенок, мой сынок, я так боюсь, что тебя там прибьют. Значит, прибьют. Доктор, а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом? Значит, отрежет. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Как солдаты меня мать провожала, Тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Слабость, видите, слабость. Не хочу работать. Просто надо, чтобы этого события не было. Не хочу трудиться. Хотите? Как трудиться? Принятие. Принятие. А? Я понимаю вас. Ну, старайтесь дальше. Продолжайте. Я тоже вас сейчас принимаю, стараюсь. Нам будем тяжело. Мы стараемся с вами. Мне тоже тяжело вас принять. Я пока не верю, что вы сможете сделать так, чтобы он бросил пить. Но я стараюсь. Это называется внутренняя жизнь. Понятно, да? А? Категорическая несовместимость. У вас категорическая несовместимость. Сейчас немножко поработаем над собой, будет совместимость уже. А? А почему вы меня спрашиваете об этом? А? Но если вы спрашиваете меня об этом, значит, у вас с кем-то есть такое и такое чувство. Человек не может спрашивать, когда нет темы. Потому что вопрос у вас какой? Эмоциональный. Значает, переживаете вы об этом. А другие переживаете? А? У нее с вами несовместимость. У вас с ней совместимость, а у нее с вами несовместимость. Так? Несовместимость бывает. Но если по астрологии несовместимость, полная несовместимость, люди не будут любить друг друга просто и все. Но не будет притяжения совсем никакого. Не будет возможности быть вместе. Не будет симпатии. Мы же сердцем все чувствуем, а не гороскопом. А? Ну все тогда, чего вы переживаете? Я знаю одного астролога, он очень сильно искал в себе абсолютную совместимость. Нашел девушку с очень высочайшей степенью совместимости. Все планеты совпадают, все супер. Делал предложение, две недели пожили, переругались, разошлись. Другой пример. Один мужчина полюбил девушку, в Индии это был классический такой пример. И так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой, он сначала сходил к своему астрологу и увидел, что несовместимость сильная по гороскопу. Он взял, поменял себе дату рождения, поменял паспорт, все это сделал, поменял паспорт, дату рождения и сделал хорошую совместимость. Потом прожили они где-то 20 лет вместе, сначала было трудно, они все это пережили, ну и как бы у них счастливая семья уже, победили судьбу. И она ему говорит, вот если бы у нас была несовместимость, тогда бы мы, наверное, расстались с тобой, а так мы с тобой вместе. И он показал ей свою дату рождения настоящую. После этого сказал, у нас вот именно такая как раз несовместимость, как ты говоришь. Но мы живем вместе. А? Ну, конечно, почему они не останутся? Что, гороскоп сильнее отношений, что ли? А? Что? Думала мужчина, что за чертовщина, да? Пошла я за водой, ввызался, черт мой, за мной. Думала мужчина, что за чертовщина. Вы очень поверхностно воспринимаете отношения между людьми. Это важно. Да. Да, про не истинные чувства, а сердечные чувства. Вы истинные чувства сейчас понимаете секс. А я говорю про просто чувства сердечные. Благородство. Нет, вы не выразились неправильно, вы так чувствуете. Да. Вам надо поменять это чувство. Вот. Смотрите. Когда люди встречаются, они и смотреть должны на благородство человека, на его духовное развитие, на его правильность мотивов в отношениях. И многие-многие эти вещи указывают на совместимость. Гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае. Вот когда у нас, мы на дискотеке встретились, вот тогда может быть и несовместимость. Потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп, а половая совместимость, она не на первом месте стоит в этих вопросах, понимаете. Она тоже имеет значение, но не такое большое. Это безысходность, да, такая безысходность. Разные могут быть варианты, разные. Это может быть на уровне нижнего центра, когда люди совсем уже... Не могу жить один. Это нижний центр. Может быть на уровне дальше, выше центра и так далее. Разные варианты могут быть такого брака. Говорите о браке, в котором нет чувств изначально. Нормально, это нормально. Чем старше люди, тем меньше чувств. Тело стареет же. Чувства отсыхают уже потихоньку. Как? А их невозможно настроить. Понимаете, вот когда люди детей настраивают, тогда дети и уходят от отношений. Детей можно только вдохновить. Если вы с ними правильно себя ведете в жизни сами, они вдохновляются вами и настраиваются правильно. А если вы их пытаетесь обмануть, ну то есть на что-то настроить, на чего сами вы не настроены, они этот обман сердцем чувствуют. Человек воспитывается не словами. Есть такой психолог Кандыба, тоже американский, с крыльцкой фамилией. Он провел такой интересный эксперимент. Он использовал куклы и телевидение для того, чтобы провести такой глобальный эксперимент в Америке. Там работа была с многими детьми проведена в свое время. И дети, они реагировали не на слова, которые кукла говорит, а на ее поведение. Понимаете? То есть это указывает на то, что дети не реагируют на слова. Они факты воспринимают больше, чем то, о чем родители им говорят. У них другой тип разума. У них не логическое восприятие, а интуитивное работает. Они чувствуют больше то, как есть на самом деле, чем то, о чем говорится. Итак, идейные люди – это второй вариант, второй тип, у которых тоже не бывает нормальных семей. Когда человек становится идейным, семьи чаще всего рушатся. Вот смотрите, были безразличные люди, жили друг с другом, не тужили. Человек послушал лекции, бросил есть мясо, пить. И думал, что я с этим скотом буду жить вообще? И начинает пилить его, близкого человека. Тот уже не знает, что делать, как бежать. И семья развалиться может. Не то, что обязательно развалиться, она может развалиться. Причина заключается в том, что это не любовь. Быть идейным человеком – это не любовь. Идейные люди идею ставят выше человека. Они просто хотят себе счастливую жизнь создать, понимаете? Искусственным образом. С помощью вот вытряхивания недостатков из близкого человека. Они же не вытряхнутся из него. Недостатки вытряхиваются, когда человек осознает, что ему это надо меняться. Это через любовь идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok